Очень много разговоров ведется о том, что в больном организме происходят вот такие-то, такие-то там процессы, поэтому он и больный. А мы теперь поговорим о здоровом организме, а как он должен работать, здоровый организм, чтобы не возникали никакие болезни. Многие это не знают, не понимают, и поэтому одни думают, что ага, это значит надо там в спортзал сходить, другие, ага, это там обследоваться надо. Дело хорошее, обследовались, а дальше что там делать? Вот, надо там использовать какое-нибудь там питание и прочее-прочее занятие йогой, занятие бегом, занятие тяжестями, занятие, занятие, занятие. Короче, куча всего, куча всего и не поймешь, что и как. А тем временем, из-за того, что люди, я бы не хотел сказать, что не ведут здоровый образ жизни, потому что они не знают, что это такое здоровый образ жизни, они не знают, в каких условиях их организм может работать нормально. Вот это вот важно понимать. Из-за этого, из-за этого, что жизнь наша стала вот такая, я, допустим, сижу часами, естественно, у меня появляются какие-то проблемы. Другой там что-то в очках там смотрит, у него появляются еще какие-то проблемы. Третий стоит сгорбленным и что-то там, допустим, внутри там делает операцию или там он что-то там собирает на конвейере. Не говоря о том, что шахтер в шахте стучит отбойным молотком в смену. Столевар там дышит вот этими парами, швея мотористка сидит, строчит часы напролет. Кто там у нас эти? Сидят за компьютером верстальщики, сидят за телефоном люди, которые продают по телефону, водители едут, человек должен находиться там в смену и так далее, и так далее. И потом они думают, ох, а как же вести здоровый образ жизни, чтобы быть здоровым. Так вот, поговорим о том, что делает организм здоровым. Организм здоровым, естественно, делает наш образ жизни. А образ жизни у нас в первую очередь, вот я даже для себя выявил организм, я рассмотрел как систему, которая, пропуская через себя потоки информации, энергии и вещества, поддерживает себя в стабильном состоянии. И значит, смотрите, первым делом для того, чтобы человек был здоров, здоровый образ жизни, это в первую очередь его мышление. Потому что от мышления зависит работа всего организма. А именно, через эмоции передаются вот эти вот все эти влияния умственные на физиологию. А тело наше состоит из мышц, которые так и норовят спазмироваться. Поэтому для того, чтобы быть здоровым, в первую очередь надо быть спокойным и уравновешенным. Чтобы никакие эмоции, ну по крайней мере эмоции-то они должны быть, но те, которые чрезмерные эмоции и могут вызвать спазм, чтобы их не было. Или если уж они есть, то они были как можно меньше. То есть спокойная, уравновешенная жизнь. Я не зря говорю на своих прогулках. Уверенность, спокойствие, сила, красота, богатство порождает. Уверенность, если вы уверены, что все здесь так, как надо в окружающем мире, это порождает спокойствие. Спокойствие порождает силу. Сила порождает, вернее, все это в совокупности, порождает красоту. В результате все это вместе образует ваше богатство. Это не значит, что у меня много золота или еще каких-то вещей. А вот именно богатство вот этой красоты, вот этого спокойствия, вот этого уверенности в правоте всего, что здесь есть. Значит, первое. Для того, чтобы быть здоровым, надо научиться смотреть на мир положительно, учиться у него. И это даст вам как раз вот такое красивое, уверенное, спокойное состояние именно вашего сознания. Далее. Наш организм – это мышцы. Мышцы. Куда, так сказать, не это? Не посмотрю везде. Мышцы, связки. Все это требует работы, требует движения, требует, чтобы через все это прокачивалась кровь. И для того, чтобы кровь нормально прокачивалась, все животные организмы созданы с учетом среды, в которой они живут, что они там постоянно движутся. Если нету движения, нету прокачки крови, нету прокачки лимфы, обмен веществ гаснет. И эта ткань, за недополучением нужной работы, она в своем состоянии, как функциональном, так и материальном, опускается, или вернее деградирует до того уровня, на котором она пригодится. Вот здесь, благодаря гравитации, тому, что мы хоть немножко там ходим, мы имеем такую мышечную систему. При полетах в космос мышечная система абсолютно не нужна, и она там исчезает за какие-то месяцы. И причем так, что человек полетал месяца три или полгода, назад спускается на Землю, у него настолько все атрофировалось, что он не может и ходить, что ему надо опять восстанавливать все эти свои показатели. То есть, должно быть движение, двигательная нагрузка с мускульным усилием для того, чтобы кровь циркулировала нормально. Одно дело, сердце качает, другое дело, мышцы еще помогают движению крови, особенно венозной крови, назад. Что касается лимфы, она вообще течет еле-еле. И если бы не мышцы, не наши вот эти сокращения, она бы совсем не ходила бы так, как она должна ходить. Получался бы застой, естественно, с развитием в лимфе разного рода микроорганизмов, переполнение чужеродным материалом, и, естественно, шла бы самоинтоксикация с развитием вот этой вот гнилостной паразитарной микрофлуры прямо там у нас. Чтобы этого не было, должно быть движение. Причем это движение должно быть достаточным. Я лично для этого с утра, вот знаете, вот все я отбрасываю, встал рано или поздно. Я первым делом прошел свой час. Хотя бы час, понимаете. Не надо там бежать, не надо еще что-то. Я час походил и выполнил вот эту полезную работу по активации вот этого кровообращения, лимфообращения, энергообращения, подстегивания, обмена веществом. То есть движение. Современная жизнь за рулем, за столом, там, за диваном лишила нас этого движения. Вот поэтому тут появились беговые дорожки, там, спортзалы, там, фитнес-центры и так далее, и так далее, чтобы ликвидировать этот. То есть наша нормальная жизнь требует определенных движений, простых движений, типа ходьбы, довольно-таки продолжительным. То есть где-то от двух до трех часов в день, чтобы мы ходили. Вот это нормальным будет. Как только это исчезает, все, это уже ненормальность, и начинает потихонечку возникать разного рода отклонения. Далее. Вот мы говорим о пищеварении. Да, вроде бы там поели, вроде бы то, сё. Но в нашем организме все построено так, что за счет движений, за счет сотрясения, когда человек идет, это органически вплетено в работу желудочно-кишечного тракта. Лучше продвигается пища, лучше она там перемешивается, лучше организм освобождается, лучше она продвигается по кишечнику и опорожняется в конце концов. Все лучше. Значит, в пищеварении. В пищеварении у нас своеобразно. Оно отлично от животных, которые жвачных этих животных, и оно отлично от хищников. Оно нечто среднее у нас, среднее. И, кстати, вот вроде как в человеке обезьяна, там примерно 99% генов у них одинаковые. И вот та питается, там, у шимпанзе, как более близко к человеку, она питается растительной пищей, да-да-да-да-да-да, но тем не менее, тем не менее, изредка шимпанзе устраивает охоту на других обезьян. Им надо, видите, в местах. Я не говорю о том, что там нам места там надо, но тем не менее, мы можем питаться и фруктами, и овощами, и зерновыми, и в том числе и продуктами животного происхождения. То есть все это мы можем, но все это надо правильно учитывать. И вдобавок, вдобавок, значит, у нас желудок, он имеет определенный объем. И вот этот вот определенный объем не надо растягивать, потому что растяжение этого объема ведет к тому, что начинается потихонечку продавливание вниз желудка, его смещение, надавливает на нижележащие органы, который начинает хуже работать. Живот выпячивается, там уменьшается внутрибрюшное давление, которое необходимо. Вы знаете, вот живот пробили, если сквозное ранение, до кишок, кишки вываливаются наружу. Из-за чего они вываливаются, казалось бы, там бы и лежали, и сидели. А из-за того, что существует вот это вот как раз давление внутрибрюшное, которое необходимо для того, чтобы наш организм нормально работал. Увеличивать его чрезмерно с помощью растягивания желудка и далее, значит, опускание внутренних органов неразумно. И здесь больше заключается рекомендация в умеренном потреблении пищи. Плюс, опять-таки, что касается питания, надо следить. Возникновение чувства голода говорит о том, что у нас пищеварение закончилось, и наш организм готов к употреблению новой порции пищи. Вот тогда и надо. Современная жизнь так устроена, что практически это мы и не ощущаем, что нам захотелось есть. Мы едим для того, чтобы получать приятные, приятные, значит, вот эти вот эмоции от поглощения пищи. Это у нас уже превратилось в своего рода такой ритуал, где мы беседуем, где мы, значит, попиваем чаек, кофеек с разного рода там такой пищи, типа печенья, пирожных, конфеток, которые вообще-то, вообще-то, чужеродны для нас. Но, тем не менее, мы это делаем. А потом, естественно, будем удивляться, что вот то, что мы съели, почему-то переварившись, сжавшись в каловый камень не выводится. Да потому что там нет тех веществ, которые бы способствовали тому, что объем был бы увеличен, это, как правило, там клетчатка там делает, пищевые волокна, и ни за что не зацепился бы. То есть, такие питательные вещества, естественные, которые не прилипали бы ни в тонком кишечнике к вот этой ворсе, ни в толстом кишечнике. Там специально такие кармашики есть, не вызывали в них такие вот, будем говорить, застой. Это что касается питания. Жевать, да, жевать надо. Это тоже помогает вот тому, чтобы работал желудочно-кишечный тракт. То есть, для работы желудочно-кишечного тракта нормальный. Необходимо, в первую очередь, движение, которое расходует энергию клеток. Клетки, клетки, в конце концов, мы что кормим, мы кормим клетки. Клетки проголодались и требуют пищи. Вон оно как. Движение определяет вот нашу потребность в пищевых веществах. Движение способствует нормальному пищеварительному процессу. Вот сколько на движении замешано. Движение способствует тому, что идет циркуляция нормальная, в конце концов. А потом питание. И, наконец-таки, наконец-таки, далее, вот я лично считаю, это распорядок дня. Хотя распорядок дня можно поставить и на третье место. Мы все живем по космическим ритмам. У нас в течение тысячелетий выработалась, я бы не сказал, что привычка, а выработалась склонность организма работать в соответствии с биоритмами природы. Начинается рассвет. Это идут одни процессы, которые здесь отражаются в природе. И также они начинают отражаться и в нашем организме как системе подобной большему. Далее у нас там солнышко поднялось, ага, полдень, мы совсем по-другому себя чувствуем. За полдень ушло солнце, значит, мы чувствуем себя так вот, и организм работает по-другому. Наконец-таки, вечером у нас, естественно, идет отход там ко сну. Очень важно понимать опять-таки, смотрите, вот современная жизнь человека, я сижу, смотрю телевизор, работаю с компьютером, что-то там снимаю, я сижу, 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 у меня нету физической нагрузки. Это сейчас у большинства народа такое. И когда надо отходить ко сну, я также только что ляжу. То есть у меня нету контраста, нету напряжения, нету работы, во время которой бы организм потратил энергию, он бы, говорит, устал бы. Важно устать в течение дня, а для того, чтобы человек устал в течение дня, он должен подвигаться, он должен поработать мускулами. А этого нету. И контрастного образа жизни нету. Как я встал, был расслабленный, я сел, сижу расслабленный, и опять мне отходить ко сну, я расслабленный. И в результате возникает нарушение нормального засыпания. То есть возникают проблемы со сном. И в первую очередь влияет на, будем говорить, на наш сон. Это опять-таки двигательная активность и не вписывание в биоритмы природы. Потому что есть такие биоритмы с утра. Когда свежесть и когда человек встает именно в этот период, он захватывает энергетику свежести. И она проносит его в течение дня. А если он ее пропустил, то он встает в период тяжести. Застает эту тяжесть, ему лень что-либо делать, ничего не хочется. И он так вот ленится в течение всего дня. И все это повторяясь изо дня в день, из года в год, ведет к тому, что появляется дряблость организма, его слабость. Вот что бы я хотел так кратко сказать о нормальном ведении своей ежедневной жизни. А то все говорят здоровый образ жизни, здоровый образ жизни. Но толком никто не говорит о том. Некоторые там подчеркивают в рекламе по телевизору, ага, там какие-то таблеточки человек принял, кальция, чтобы у него там кальций был, ага, он принял еще там что-то, ага, сходил там в спортзальчик, ага, там какую-то пищу съел там. А на самом деле это комплекс мероприятий. И если мы его нарушаем, мы ослабляем тем самым свой организм, мы его ослабляем. А потом за этим ослаблением идут соответствующие уже начинаются какие-то недомогания, пока недомогания. А если мы все это игнорируем и дальше так себе ведем за недомоганиями, следуют уже и болезни. Потом мы удивляемся, что ж такое, одежда, как же, что ж это за здоровый образ жизни. периодически вот я через день, через два дня даю физическую нагрузку более сильную. Вот как в природе, да, вот животное идет, оно пасется, а потом где-то побежало, убегает от опасности, убежало, все, опять там пасется. Как раз вот такая вот стряска дает способность к тому, что это повышает резервы нашего организма. Потому что если мы находимся вот на одном уровне, вот просто-напросто сидим, а зачем нам мышцы больше? Вот зачем нам мышечная масса там? Вот если я не поднимаю в своей жизни там 50 килограммов, а только я поднимаю где-то не более 20 килограммов, ну вот как раз воду донести, зачем организму, он так вот рассуждает и поступает, зачем ему мышечная сила больше того, чтобы он поднимал 20 килограммов? Да не нужна она. Естественно, на эту силу и мышечная масса имеется соответствующая. А если мы хотя бы периодически занимаемся, поднимаем там 50 килограммов, то у нас имеются резервы. Очень важно понимать, что организм, вот мы живем вот в таком коридорчике и температурном, и, будем говорить, двигательном, человеком, но как только вот мы выйдем за него немножко, нам становится плохо, или сюда, или сюда. А когда мы его сознательно с помощью своего образа жизни расширяем, а живем так, то мы имеем запас прочности. Вот этим вот запасом прочности и надо заниматься. Вот это вот как раз и будет здоровый образ жизни, который включает, еще раз только повторяю. Это работа с сознанием, работа с движением, работа с питанием, исследование биоритмологическим ритмом. Вот тогда будет человек здоровый. А не то, что что-то мы там гоним, что-то мы едим, как-то там сидим, медитируем или еще. То есть, если вот это все мы отбросим шелуху, а оставим только именно то, что влияет на здоровье, то это будет как раз вот так вот. А все остальное, я понимаю, человек такое существо, мне вот хочется, чтобы там мышцы побольше были, другому там гибкость побольше, третьему там он хочет еще что-то, пожалуйста. Но это уже, как бы сказать, такие прибамбасики к здоровому образу жизни, но не более того. Можно прекрасно обходиться без них, спокойно мыслить и действовать, регулярно двигаться, умеренно питаться и жить в соответствии с биоритмами природы. Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей, о виде. сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа целебная кулинария и ее ведущий Геннадий Малахов. Да, я действительно очень страдала с самого детства аллергией, ничего не могла сделать, никакие таблетки, но они только снимали симптомы, но не давали никакого излечения. Вплоть до того, что на лицо мне накладывали гормональные мази, хотели колоть, хотели, ну, Бог знает, что со мной делать. И так получилось, что вот в таком состоянии я прожила где-то так лет уже, ну, уже больше двадцати мне было гораздо. Я взяла с собой несколько книг, и одна из этих книг была ваша, Геннадий Петрович, не поверите. И я стала читать. Я забыла и про море, и про солнце, я только читала вашу книгу, потому что я поняла, что именно в этой книге секрет того, как стать здоровой. Можно сказать, спасение. Это спасение, действительно. И вот то, что вы видите сейчас перед вами это результат ваших трудов, на самом деле, Геннадий Петрович. Великолепная кожа, телосложение, самое главное, хорошее настроение. Хорошее настроение, колоссальная работоспособность. Я избавилась от аллергии. Что я делала? Я первым делала. А вот, вот. Я думаю, вашим гостям на даче очень понравится. Мне кажется, знаете, что еще можно туда добавить для вкуса и аромата? Немножечко зеленой мяты. Если у вас растет на огороде мята, ее потолочь, так порезать туда, и она даст, это будет такое, как мохито, такое модное слово. Ну-ка, попробуй чай. Это как на пассажок? Да. Вот у нас получился, смотри, аромат, подушистый чай. Очень вкусно. Можно попробовать? Да, попробуем. Я пеки столько. Вот этот вот чай, значит, клубника, блюдо из клубники. Как травяной настой. Вот. Очень-очень полезно. С нагрой водой прекрасно улучшает работу сердца. Так вот, чай, клубника, листики, различные блюда из клубники способствуют тому, особенно в клубничный сезон, что мы с вами получаем огромный заряд полезных веществ, которые потом нас будут защищать в течение осени, в течение зимы. Так, твердое можно выбросить, оно нам не понадобится. Сюда выбрасываем. Аккуратненько, не спеша, нарезаем. Есть-то будем мы с вами, поэтому готовим все. Вы, наверное, слышали о том, что имеются стволовые клетки. Это такие клетки, можно сказать, такие младенческие. Если их подсадить в любое место, как говорят ученые, они начинают, они приживаются там и начинают приобретать структуру тех клеток, среди которых они оказались. Так вот, оказывается, белки яйца обладают такой способностью, а именно, из них образуются цыпленочек, образуются кости, образуются связки, образуются мышцы. Все образуется у нас из яйца. У нас сегодня в гостях о целебной кулинарии не просто гость, а чемпионка России, чемпионка Европы, чемпионка, наконец-таки, мира Мария Луцина. Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях целебная кулинария, чемпион мира по фитнесу Михаил Дьяханов. И пора спрашивать, как вот это сделать, с помощью каких упражнений? С удовольствием поговорю, с удовольствием сейчас, может быть, что-то приготовим даже с вами, Геннадий Петрович, я вижу замечательное такое мясо, прямо вот. Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей, о виде. геннадий,